пространстве ярчайшим представить с ярчайшим же мировым представителем является блин а общемировым таким представителем является американский танто что что ж как видите пришлось сменить место дислокации потому что справиться с потоком наркоманов с картами увы не удалось ну а ближе к теме да конечно это что запись пустим господи что боже ладно давай начинаем все здравствуйте друзьям и нам нужно реквизиты такой тоже как кидает просто то 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 и это и музыка с этого музыка с поля чудес отрываешь здрасте друзья мои тема сегодняшнего нашего выпуска это ножи как пример культурная ассимиляция при попадании из одной среды в другую типичным представителем на нашем постсоветском пространстве является пресловутая финка нквд которая со своим историческим предкам финским паука уже имеет но довольно мало общего общем мировым же таким примером является американские танто со своим японским предким она тоже уже не очень-то похоже и последнее время зарождается новый тренд последние несколько лет буквально это совмещение классического кукри и классического же ножа американского боуи довольно интересный получается гибрид и я уже довольно давно хотел его изготовить для своих целей просто как новый скажем так экспириенс но никак руки до этого не доходили а тут у меня появился клиент который захотел вот такого вот красавца нож оказался довольно сложный не столько в производстве сколько в попытке не попасть под наше законодательство который не очень любит то всякого рода ножи такого форм-фактора и такого вот размера пришлось даже консультироваться судмедэкспертом чтобы он несколько скорректировал будущую форму клинка и рукояти что ж посмотрим как мы этого добились и что у нас из этого получилось делать данный нож я буду из рессора от армейского тягача давно хотел испытать этот материал плюс на форумах частенько встречал записи что данная столюка отлично подходит под рубящие массивные клинки что ж проверим так ли это в первую очередь надо выпрямить металл и расковать заготовку ибо толщина ее больше сантиметра что естественно перебор данная процедура у меня затянулась не меньше чем на час и согналась меня просто 7 потов этого мне подшипнички с напильниками расковывать но веселее всего старого когда я начал формировать из такой широченной заготовки хвостовик вот тут я своим здоровянным молотом налыхался вдоль далее формирование основной геометрии клинка планируется что ближе к ручке по примеру кукле будет сужение так что я начал именно с формирования данной области ее я также сделаю немного толще для сохранения жесткости клинка в самой уязвимой части сформировав основную геометрию приступаю к кончику он будет наследован от боу и имеет скошенную форму с фальш-лезвием к слову один из пунктов для того чтобы можно было вывести клинок из-под параметров холодного оружия оказался именно этот самый скос мне посоветовали его увеличить на определенный градус далее ровняем клинок зажимая его в тисках мне этот метод пришелся по душе ибо он намного упрощает задачу и шанс косячить сходится почти к нулю благодаря тому что мы сделали толщину клинка и у изгиб такими что они ни при каких обстоятельствах не будут соответствовать хво можно установить на рукояти не просто бойстер а полноценную гарду которую я выпилю из куска чистой меди вернее я так думал но ленточка думала по-другому и категорически отказывалась сгрызаться металл как позднее я выяснил у меня стояли неправильные обороты и полотно просто-напросто не успевало схватываться за медь при этом еще и нагреваясь до температур уменьшающих ресурс пилки после правильной настройки дело пошло намного бодрее дальше берем напильник в лапки и создаем красоту создание ровных и правильных отверстий на криволинейной детали с помощью дико люфтящих дрели стойки это я вам скажу то еще удовольствие а уж про подгонку одной криволинейной части металлической детали к другой криволинейной части металлической детали я и вовсе промолчу хотя не нифига не промолчу геморрой редкостный ну и приступаем к самой рукояти в качестве материала будущий хозяин сам выбрал и заказал в интернете стабилизированный брусок ясеня со стабилизированной древесиной которую стабилизировал соответственно не я я работаю впервые что ж посмотрим что из этого выйдет ну да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Насколько я знаю, стабилизировался он составом 100 терм. Отличий от моего состава в итоговом предмете не так уж и много на самом деле. Единственное, с той лишь разницей, что полируется он несколько легче, но при этом и мотовеет он также быстрее. Приступаю к изготовлению ножа. За основу были взяты классические ножны с ножей Боуэй с жестким подвесом и хлястиком на кнопке. Пока шиваются немаленькие швы, можно придаться уютному чувству ностальгии и пересмотреть пару серий любимых с детства сериалов. Эх, сколько в них наивности, сказочности, чего-то неуловимо притягательного и полного душевности. И как временами приятно окунуться в их славные миры, вынырнув из современных высокобюджетных, но порой пустых творений. Прежде чем отдавать нож будущему хозяину, естественно, его надо протестировать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Данный метод подвязки рукояти к подвесу я находил во многих старых фото. Делалось, видимо, чтобы нож не плясал при скачке. Данный же кармашек сделан для того, чтобы в него поместить огнило. Подвес и хлястик прошивные. Когда неспешно развязываешь все крепления, возникают необычные чувства, словно освобождаешь от атаков опасного дикого зверя. Ведь правда, взгляните на него, друзья, он похож не на что-то неодушевленное, а на живой организм, который обладает своим духом и нравом, который, в свою очередь, придется приручать, словно дикого мустанга. Нож прекрасно лежит в руке. Выполнять с его помощью любые манипуляции легче легкого. Ну а я с вами прощаюсь и приглашаю вас оставаться со мной в моих поисках кузнечного мастерства.